Друзья, всех приветствую и хочу сегодня поделиться автомобилем, который мы приобрели на аукционе AIA для Донеща и его отправки из США в Беларусь, город Минск. Это 2020 год BMW X3. Автомобиль по дате продакшена идет 2019 года. По передней части у нас автомобиль весь целый. Основной у него удар пришелся в заднюю часть. По передней части все классно. Вижу, что даже царапин никаких нет, ни сколов. На нем всего лишь пробег 328 майлов. Это даже нету тысячи. Практически новый автомобиль. Только выехал в салон и уже получил удар в заднюю часть. Резина диски у автомобиля, естественно, все новенькое. Двери все в отличном состоянии. Основной удар в заднюю часть. Как я и сказал, он пришелся в водительскую сторону. Имеются дефекты на задней четверти минимальные. Такая вот вмятинка. Но крыло стоит на месте. Его не повело. Все зазорчики, они и есть. Все на месте. Вот тут имеется такая вмятина. Вот так вот загнуло вылучитель тока. Саму насадку, сама баночка, она целая. Сам отбойник у автомобиля тоже полностью целый. Крышка багажника имеет вот такие вот вмятины. Она открывается без проблем. Стриховая компания тут разобрала кое-что. Но все на месте. Все пластмаски, все это на месте. Все в салоне. Шторочка тоже есть. Черный цвет. Все классно выглядит. Крышка багажника сама все закрывается самостоятельно. Что мы получили вместе с этим автомобилем? Два задних молдинга. Молдинг имеет минимальные дефекты. И вот как снимали, как говорится, рукожопые. Вот такие вот остались царапины. Задние фонари получаются. Они целые. Минимальные имеются царапины. Вот такого плана. Но они целые. Крепежи. Все это целое. Все это лежало в автомобиле. Лежал задний бампер. Он поломанный, битый. Но в нем присутствуют парктроники. Но один парктроник, оторванный. Где-то провод. Сейчас я покажу. Он у нас остался здесь. Вот тут он оборванный провод. Вот так это все выглядит. Но все парктроники на месте. Что у нас поломанное? Крепеж бампера находится в этой стороне. И другой крепеж бампера. Он состоит из двух частей. С водительской стороны. Они оба поломаны. Их надо заказывать. Вот такого плана. Вот так они выглядят. Два крепежа под замену. Та же клиент уже нашел бампер. Оригинальный. На ebay. Мы его заказали. Пришел к нам на базу. В таком вот состоянии. Очень дешево. Он его купил. С доставкой всего лишь за 150 долларов. Это хорошая цена. Бампер в хорошем состоянии. Дефектов особых нет. Только царапины. Но он весь целый и оригинальный. Та же самая клиенту надо купить вот эту заглушку. Ее нет. И нет вот этих отражателей. На старом бампере. Они отсутствуют. Вот три элемента надо купить на бампер. Парктроники они все на месте. С этим все классно. Давайте-ка заглянем в автомобиль. Салон. Такое вот дерево. Такие вставки. Вот тут все лежало. На заднем сиденье фары. Бампера. Вот минимальный такой дефект на сиденье. Пареза нет. Но вмятенько. В общем сиденье в отличном состоянии. Имеется панорама. Крыша. Плюс еще один дефект мы заметили. На аукционе. Он уже идет. Капот что он не открывается. На аукционе обломали эту ручку. Вот. Не знали как ее открывать. Надо два щелчка делать. Раз. Два. Тогда капот отщелкивается. Они один раз подтянули. Видят что он не открывается. И уже выломали эту часть. Надо вот эту такую штучку докупить. К замку капота. Чтоб его можно было открыть. Что у нас тут внутри. Как я сказал пробег у нас 341. Одна оказывается Майло. Чуть-чуть ошибся. Но новый автомобиль. Двигатель работает отлично. Так. Все тут на месте. Все классно. Если вдруг будет вода в автомобиле. Или она уже присутствовала. Этот пакетик спасет. Наберет всю воду. Которая тут присутствовала. Но ее тут конечно нет. Но на всякий случай. Имеется два ключа оригинальных. Вот. Как-то так все это выглядит. Вот такой вот автомобиль. Будет у нас высылаться. Из США. В город Минск. Кому интересен приобретение таких автомобилей. Можете писать. И обращаться к нам. На этом все друзья. Всем пока. До новых встреч.